Гомельский форум у полной ступени можно лишить протягом форуму региону Беларуси и России, который на минулом тыдне прошел в Могилеве. Правда, на этот раз основную увагу надали пытанием сопротивления гуманитарной сферы и идеологичному наполнению интеграционных процессов. Советная практика сверчить, только экономические факторы утромать державы в Союзе не могут. Необходные идеи, сдольные объединять народы. На думку у дельников круглого стола, сярод первых кроков у гэтом накерунку, как могла больше полная и правдивая информация об реальной ситуации в украинских партнерах. Я считаю, что основная наша задача – это наладить объективный информационный обмен между Россией и Беларусью. К сожалению, я могу констатировать, что в российском информационном поле очень много фейковой информации, которая касается описания ситуации в Беларуси. Нам надо, чтобы было больше правды. Это наша заинтересованность. Поэтому, конечно, огромный интерес у нас к проведению мероприятий с вашими академическими кругами, со студенчеством. У программы Гомельского форума проведение дискуссий по пытаниях развития интеграционных процессов, лекции экспертов на тему створения становчего имиджа союзной державы и обмен опытом суместной работы беларусских и российских высшейших научных установ. У гэтой сферы Гомельского державного университета, на базе якого проходит форум, великий опыт. Сегодня гэта установа мая 44 договора об супрасоннестве с российскими университетами и навыковыми организациями. Прышем, супрасоннество не обмежовывается только фундаментальными доследованиями. Отрыванные на просолке начинают укороняться у экономичной сферы. В частности, физики, опять же, лаборатория золь гельтехнологий, они уже в течение трех лет, с 16-го года, поставляют полирующую суспензию на брянское предприятие «Кремний-Л». Это крупное предприятие, примерно такое, как «Интеграл» в Беларуси. И вот для полировки кремниевых пластин мы поставляем свою разработанную у нас полирующую суспензию. Олешин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель».